Жили с детства в Хантау, переехали с Донского, поселок Донской был Дон. И когда в школе учились, город шахтер, шахтерская город, и в детстве мечтал быть шахтером. У нас был лицей, в то время шахт-колледж, отучился 4 года, в 2005-м закончил и устроился на шахту молодежную. Мы выросли, пятеро детей с мамы, выросли без отца, воспитал нашу маму. Вот эти все достижения, можно сказать, благодаря нашим мамам. Нашу маму с детства воспитал, чтобы чужие вещи не брать, в жизни не врать. Впереди надо свою цель ставить, много благодать своей маме в жизни. В детстве, если так посмотреть, трудности были, зарабатывали, чтобы маме не было тяжело. Мы продавали 90-х семечки и хлеб, чтобы какая-то помощь домой принести. Вот такие трудности были, и это, наверное, нам помог, чтобы в дальнейшем жизни хорошая была. Да, знаем, что деньги откуда берутся, как зарабатывать, мы уже с детства знали. И вот когда на работу устроились, мы уже старались, чтобы все деньги не тратить, экономить. Откуда экономику уже с детства знаем, мама нас учила. Вот если маме сказать, мы много благодарны, любим маму, она у нас золотая, чтобы вырастил таких 5 замечательных своих детей, не бросил нас. Ну, конечно, за хорошее достижение мама хвалит. Это тоже нам от этого хорошо становится. Хочется еще какие-то хорошие вещи делать в жизни. В том же время был упор один участок. На этом участке работали проходчиком. У нас была бригада акциональная. В бригаде работали. И постепенно вот так год за годом проходил. Потом через 2-3 года звеневым был в бригаде. После этого в 2009-м поставили меня бригадиром в начальном участке. И с этих пор я работаю бригадиром. Бригада Свиндыкова. Молодая бригада. Например, если вот у меня на работе, жены там, наши жены друг другом общаются, как типа родственники или подружки, друзьями, вот так, как одна семья и одна команда. У нас, например, жены как-то сказали тоже, ну, тоже бригада, говорит. Перестали даже, вообще не имел, когда вот молодым был. Ну, первые дни был как страшно. Как это, вот, камни, железо. Ну, постепенно потом привыкли. Работать можно, актерам? Вот, каждый месяц выполняется, выдаётся план, и мы стараемся вот этот план выполнять, если успеваем перевыполнять, потому что здесь такая программа, мотивация. И вот мы хотим, вот, по сцене, на каждый месяц, на мотивацию. Бригада дружная, сплочённая, работаем. Если вот благотворительно сказать, вот я сам каждый год, вот, когда Курбанайт, у нас есть в Хромтау детский дом, я сам лично там участвую. Вот, если так посчитать, на Курбанайте я вот на три части всё делим, одну часть им, своим родственникам. Бывает, когда, если хорошо, деньги остаётся, я вещами, продуктами помогаю. Я вот, если я буду на горе работать, как будто мне на горе как, не сработается. Потому что я привык здесь, здесь одна температура, тут жара нету, полка тоже нету, на одном температуре работает. Ни разу не пожалел. Шахтер – это тоже самая высокая работа. Шахтер – это, если так посчитать, после Митлурга, или посмотреть самую основную работу в Казахстане, во всём мире. Я горжусь своим работом, что я был шахтёром. Если так посчитать, шахтёрская семья, вот мой младший брат здесь тоже работает, скриперистом работает. Третий младший брат, он работает в колледже, преподавателем, физкультуры. Шахтёрская семья, если так сказать. Все ещё вместе живём в одной доме. Старшая дочка, младший сын. Ну, если сейчас молодёжь растёт, у них развитие другая, сам скажет, что будет. Если скажет, шахтёр будет шахтёром. А если скажет, другая профессия будет, другая профессия будет. Может, врачом он хочет быть. Ну, в детстве у всех бывает разный. Не буду против. Если у человека есть стремление. Я вот сам, говорю уже, мечтал в шахте работать. Мечта вот моя. Если вот, видите, цель будет, можно дальше жить. Здесь вообще представлений не было. Знаешь что? Шахтёр, шахтёр. Кто сказал шахтёрский труд лёгкий? Всему привыкаешь. Ну, это, если так посчитать, мужская работа хорошая. Физическую поддерживаю. Неделю, два раза я утром просыпаюсь, занимаюсь бегом. Фок, бассейн. У нас есть фок, ходим в бассейн после работы. Тренажёрный зал есть у нас, тоже туда ходим. Себя поддерживаем. Клаб, это наша руда. Вот у нас, например, мы работаем по 3 смене. Нам последняя смена не говорим. У нас говорится третья смена. Некоторые спрашивают, почему так не говорите. последняя жизнь, типа, говорит. И мы говорим, третья смена. Вот у нас праздничные еды попадают, мы все отдыхаем на праздниках, и мы все с семьями, с детьми встречаемся, празднуем, как одна семья. Продолжение следует...